АвтоВАЗ возглавил чиновник. Новым президентом российского автогиганта вместо француза Николя Мора отныне назначен Максим Соколов, с 2012 по 2018 годы занимавший пост министра транспорта России. В последние годы господин Соколов работал вице-губернатором Санкт-Петербурга, курируя вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма. И вот новый виток карьеры — руководство флагманом автопрома. В своём приветственном слове новоиспечённый глава АвтоВАЗа пообещал сохранить трудовой коллектив, а также последовательно развивать инженерные компетенции и проводить импортозамещения. Важнейшей целью для автозавода экс-чиновник назвал скорейшее развитие базы поставщиков, особенно в Самарской области. Вдобавок назначенец пообещал, что бренд «Лада» продолжит развиваться, радуя своих поклонников новыми автомобилями. Но куда интереснее другое. В пресс-релизе, посвящённом назначению. Первым напечатаны слова министра промышленности и торговли Дениса Мантрова. И в этих словах может скрываться настоящая сенсация. В ближайшее время АвтоВАЗу предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться на российских платформах, с использованием российских инженерных компетенций и с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов. Это принципиальное решение. Его реализация потребует полной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Хотя буквально несколько дней назад министр подтверждал слова своего подчинённого Дениса Пака, что АвтоВАЗ сможет использовать платформу Global Access для производства своих автомобилей, включая перспективные разработки. Из этой фразы казалось совершенно очевидным, что под новыми продуктами, которые упоминает чиновник, скрываются приемник Гранты и Новая Нива, над которыми сейчас вовсю работают вазовцы. А теперь разговор вдруг зашёл про российские платформы. В общем, как гласит крылатая фраза, дело ясное, что дело тёмное. То ли французы попросили не афишировать факт передачи своих наработок, то ли действительно Renault отказался предоставлять столь необходимую вазовцам архитектуру. Очевидно, что подробности последуют совсем скоро. А значит, АвтоВАЗ останется главным ньюсмейкером ближайших недель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова